Итак, смотрите, следующий этап. Вы молитесь за эту ситуацию и чувствуете, что уже все. У вас реально вот здесь в сердце ощущение уже все нормально. Значит, молитесь, можете за что-то другое молиться. Но молиться просто так нельзя. Нельзя просто так обращаться к святому человеку. Надо обязательно ему служить. Нельзя молиться как панамаль. Молитва всегда должна быть направлена на что-то, а что-то означает не мое желание жить счастливым. Надо всегда понять, что я пытаюсь помочь этому человеку, который уходит. Я пытаюсь помочь кому-то другому. Если у вас все в жизни нормально, то есть много людей, у которых ненормально в жизни. Скажи себе, я хочу жить для себя. А я знаю, что ты хочешь помогать всем. Помоги этому человеку. А я хочу быть проводником. В твоей силе. Зачем это нужно? Затем, чтобы почувствовать, что такое настоящая жизнь. Когда человек становится проводником в энергии святости, он получает знание о том, как жить правильно. Это знание является самым ценным в нашем жизни. Нет ничего ценнее понимания, как правильно жить. Это понимание в сердце дает счастье, дает чистоту, дает огромную силу внутреннюю и способность помогать не только себе, а также другим. И это понимание переходит как ощущение жизни святого человека. Это ощущение происходит благодаря служению ему. Чем искренне служить, тем больше это ощущение будет воскресать в нашем сердце и жить вместе с нами. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok